РАПС посеяли в сроки, где-то больше, чем планировали. На сегодняшний день где-то 106% сев у нас по удобрениям, тоже по севу мы где-то на 140% к уровню прошлого года обеспечены. Если так говорить, по отдельным вопросам, что... Сколько убрали картофеля? Картофеля уже убрали более 40%. Урожайность выше, Александр Розович, на те цифры, что мы говорили... Какая урожайность? Где-то 325-330 центов урожайности. То, что вот планировали по картофелю, сейчас вот и закладка идет, устав фонды. Хранилище у нас на сегодняшний день 850, поэтому весь картофель, который будет собран у нас в хозяйствах, мы его разместим в хранилище. И, конечно, сейчас... Какая урожайность в колхозах и у фермеров? Александр Розович, ну такой на статистике нет отдельной, чтобы сейчас пока... Что бы даже не интересовать? 350, где-то вот такая... Я тебе скажу, на моем фермерском экспериментальном участке половину убрали, около 600 центнеров урожайности. И у хороших фермеров такая урожайность. Уже есть такое, да. А у тебя все 300-320. Это уже прошедший этап. Уже сегодня надо иметь 400, хотя бы 450. Безусловно, чтобы... Тем более у нас же специализированы хозяйства. Поэтому надо правильно сеять технологически. Убедился на конкретном своем поле. По силосу, по кормам тоже, Александр Розович, на сегодняшний день идет несколько оставаний. Мы планируем, с учетом того, что нам осталось и 580 тысяч еще уборки силоса. И мы выйдем на 28 или меньше. Сколько вы процентов убрали? Или вы не знаете кукурузы на силос? Сколько осталось? У нас 890 по плану. 310 тысяч мы убрали. Надо иметь в виду, что тут гибко надо поступать. Сейчас оставим на зерно. Будем надеяться, что погода нам позволит убрать. У нас сухая погода, чтобы убрала. Или завтра, чтобы мороз был. Тогда мы на зерно можем убрать. Кукуруза в этом году очень хорошая. Поэтому потерять зеленую массу надо на силу, значит, положить. Оно и зерно там будет, и зеленая масса. Хороший будет корм. Но надо и зерно. Где-то надо зерно, значит, надо зерно. Пусть на месте разбирается губернатор. Предрависполком и руководитель хозяйства. Что ему надо? Но самое главное сейчас убрать поля, которые могут быть подтоплены после дождя. Вот вы и говорили, Александр. Низкие поля. Поэтому главное сейчас кукуруза. И тактика силос, зерно не потерять. Ну, а наиважнейший вопрос сегодня посеять. Поэтому к 1 октября надо все закончить. Прогноз на выполнение этого года следующего. Конечно, у нас в этом году вот с ВРП только экспорт нормальный у нас. Экспорт и услуг, и товаров, ну, цифры хорошие. В прошлом году вообще 20% был роста. Надо все выполнять. Вы сейчас поставили туда. Поэтому ищите дополнительные резервы и делайте. Но не на бумаге. Вот, уважаемый Александр Голдович, это вот первая масса, которую мы измельчали с одного поля. Мы имеем сегодня вот самый главный вот показатель. Вот дробление это зерна. То есть это легко воспринимаемый углевод. Вторая масса должна быть сегодня измельчена. Длина резки полтора-два сантиметра. И было полное дробление. Первая машина, представленная на данном поле, это КВК-800, наша Полесье. Вольфовский двигатель, мощность двигателя 460 лошадиных сил. Вот мы имеем эту массу. То есть мы некоторые конструктивные недоработки, которые сегодня у нас имеются по данной машине, совместно с представителем 8 машин, мы дорабатываем. Представители находятся в нашем регионе сегодня. Отдельные вопросы касались сегодня питающего аппарата. Что касается измельчающего аппарата, контрпривода, двигателя внутреннего заранее и жадной части, вопросов здесь никаких совершенно нет. Дорабатывается питающий аппарат. Мы сегодня с конструкторами переговорили, они сегодня здесь дорабатывают эту часть. И практически мы получаем ликвидную машину, которая сегодня способна убирать в день до 1000 тонн зеленой массы. По расходу топлива у нас разницы большой нет. Вот и БИИКС, у него мощность 713 лошадиных сил, у Джандиро где-то около 520, у Вольфа 460, по-моему, лошадиных сил. Сколько тут? Время, когда набивается полная емкость, около трех минут. Продолжение следует...